Запретить Матильду требуют российские православные активисты и агрессивные патриоты. Фильм Алексея Учителя о романе будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской только готовится к выходу, а организация «Христианское государство Святая Русь» уже направила в кинотеатре письма с призывом не допустить премьеры. Православным вторит зампредкомитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Аргумент железный. Покусились на святое. Кто определяет степень святости и допустимости, когда речь все-таки идет о светском государстве, задумался Николай Старабахин. На афишах кинотеатров голливудские и российские блокбастеры, претенденты на Оскар. Но громче всего в стране сейчас обсуждают не новинки кинопроката, а фильм, премьера которого состоится в октябре. А может вовсе не состоится никогда. Новый фильм Алексея Учителя – это обычная, казалось бы, история любви. Он и она молоды и искренни в своих чувствах. Только вот главная героиня – юная балерина, а герой – будущий царь Николай II. За последние сто лет только один русский царь не жил с балеринами. Это я. И хотя пока доступен только трейлер, критикам фильма этого хватило. Пошлость, клевета и позор – самые мягкие из эпитетов. Действительно, а царь-то голый. Авторы, можно сказать, покусились на святого. Недавно Николая II канонизировала русская православная церковь. А тут выходит, ничто человеческое ему не чуждо. Первый тревогу забила депутат Наталья Поклонская. Отправила сразу несколько запросов в прокуратуру. Можно ли так? Про царя, батюшку. Вслед за ней оживились православные активисты, готовые не только судить, но и карать за преступления. В российские кинотеатры они разослали письма. Не показывайте это кино. Лучше по-хорошему. Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть. Может, даже пострадают люди. Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена, как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к русскому Майдану. Активисты требуют не просто запрета уничтожения фильма и не считают свое послание излишне радикальным. Люди написали письма, листовки о том, что они предупреждают о возможных последствиях. Не они угрожают. Они знают людей, и я знаю, которые готовы пойти на все. Все. Возможно, такая волна поднимется, которая сметет вообще здесь все. Понимаете? Мы действуем по закону, а кто не хочет по закону жить, мы будем наказывать. Сам фильм еще не готов. Идут работы над графикой и звуком. Но такое внимание работе, конечно, не помогает. Из прокуратуры уже приходили и читали сценарий. Хорошо, хоть правоохранители пока не садятся за монтажный стол. Сейчас получается, что любой фильм, любой спектакль, все начнут писать какому-то определенному депутату. А депутат будет отсылать запрос в прокуратуру. Возникнет просто ком, и чем будет заниматься прокуратура, я не понимаю. Что, в съемочную группу включать представителя прокуратуры, чтобы он следил, чтобы мы все нормально снимали. В крупнейшей российской сети кинотеатров, 350 залов по всей стране, письма с угрозами пока не получали. Решение о показе или не показе любой картины здесь принимает внутренний департамент кинопроката. Но на широкий экран фильм попадет при одном условии. На решение кинотеатра может повлиять Министерство культуры, которое либо выдаст прокатное вставление, либо не выдаст прокатное вставление. Все начинается оттуда. Если у фильма есть прокатное удостоверение, у нас нет оснований для отказа в демонстрации фильма в наших кинотеатрах на территории России. Само Минкультура пока хранит молчание. Впрочем, когда разгорелся скандал, чиновники многозначительно заявили, что еще решат, давать ли добро на выход фильма. В общественный совет при Министерстве поступило 20 тысяч подписей против Матильды. Большинство, как говорят, от православных. А оскорбленные чувства верующих в современной России – это больше, чем чувства статья в Уголовном кодексе. Производство фильма «Матильда» не завершено. Киностудия «Рок» не обращалась в Минкультуру России по вопросу о выдаче на фильм прокатного удостоверения. Вопрос будет рассматриваться после обращения к киностудии. Вероятность того, что Матильда не дойдет до широкого зрителя, существует. В прошлом году, за два дня до премьеры, Минкультура отказала в прокатном удостоверении американскому фильму «Номер 44». В картине сотрудник госбезопасности расследует серию убийств. Министерству не понравилось, как в фильме изображен Советский Союз эпохи Сталина. Слишком уж мрачно. Не спасли ни законы жанра криминального триллера, ни доводы о том, что это, в общем-то, вымысел. Прикуси язык. В этой стране убийств не бывает. Не бывает. Понял ты меня? Обсуждать достоверность сюжета наверняка будут и в Матильде. Историки говорят, что любовная связь между будущим царем и молодой балериной Мариинки действительно существовала. В это время цесаревич уже знал, что ему предстоит династический брак с немецкой принцессой Алисой Гессендармштадтской, но еще не был помолвлен. И вот когда помолвка состоялась, Николай с Матильдой расстались. Они и до этого понимали о том, что они не созданы для друга, чтобы там быть мужем и женой. Роман с Николаем был коротким, немногие больше года. После этого они остались друзьями. То есть относились и отзывали друг от друга только по-хорошему. История с Матильдой яркий, но не единственный случай. В российской культуре и искусстве все больше запретов и ограничений. Выставки, оперы, теперь вот и фильмы. Причем запрещают не всегда официально. Часто в роли силовиков выступают казаки или православные активисты. В современной России они получили право определять, что такое хорошо и что такое плохо. Тут очень многое зависит от позиций той же церкви и государства. Если государство будет стимулировать и поддерживать это, это может расти в огромную раковую опуху. На неделе десятки режиссеров подписали письмо в поддержку Алексея Учителя. Понимая, в следующий раз могут прийти и за ними. Когда что-то говорила Мизулина когда-то, мы смеялись. Мы много лет смеемся над Жириновским. Потом появилась Поклонская, мы тоже смеялись. А на самом деле сейчас почему-то всех их стали слушать. И это уже становится не смешно. Странные люди вдруг начинают принимать какие-то безумные решения. И это становится уже не цирком, а становится просто нашей реальностью. Вот это и страшно. С тем, что государство стало пусть не главным, но одним из главных заказчиков, режиссеры смирились. Министерство культуры уже давно советует и предлагает темы для съемок. Оно же помогает деньгами. Но к методу пряника все чаще добавляют кнут. Снимать и показывать некрасивое, неправильное или пошлое уже нельзя. А критерии правильности, красоты и пошлости определяет, конечно, государство. При этом официально, разумеется, никакой цензуры в российском искусстве нет. Николай Старобахин, Леонид Попков, Артевяй, Москва.